Итак, мы с вами продолжаем искать ответ на вопрос, так дал ли Иаков десятину Богу или нет? Итак, мы с вами увидели, что Иаков в начале, в 28 главе убегает ни с чем. 29 глава 30 мы видим Иаков, который обогащается, богатый Иаков, который уже весьма отличается от того беглеца, который с одним посохом убегает из отчего дома. Сейчас он с женами, детьми и с огромными стадами крупного и мелкого скота возвращается на родину свою. Что же из себя представляют первые шаги по возвращению Иакова к себе на родину? 32 глава с 1 стиха. Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божьи. Иаков увидел их, сказал, это ополчение Божье, и нарек имя месту тому Маханаим. Раньше я особо не придавал этой истории никакого такого значения. Ну, ангелы так ангелы, явились таки явились. Но в этот раз нам важно обратить внимание на эту деталь. Она не случайна. Почему? Потому что всякий раз, когда Бог посылал ангелов, и ангелы материализовались, у всякого посланничества ангелов, в материализации ангелов всегда была цель. Ангелы всегда приходили для того, чтобы весть какую-то передать, послание от Бога какое-то передать, что-то сказать. Но здесь сейчас мы не видим ангелов, которые о чем-то говорят. Нет, они просто стоят. Мы читаем, Иаков их встретил. Вопрос, зачем Бог сделал, допустил эту встречу? И ангелы предстали перед Иаковом. Один из ответов на этот вопрос, то, как я это вижу. Бог предоставил возможность Иакову сейчас, в лице этих ангелов, исполнить то обещание, которое Иаков давал. И от всего, что ты дашь мне, я дам тебе десятую часть. Я задам вам вопрос, как Иаков мог исполнить это обещание Бога? Кому ему нужно было дать свою десятую часть? Если мы посмотрим с вами на первого даятеля десятины, Авраама. Авраам встретил Милхиседека. Буквально там написано, он был священник Бога Всевышнего. И в лице Милхиседека Авраам сейчас дает десятину Богу. То есть, давая в руки Милхиседека, он сейчас дает десятую часть. Выражает свое почтение своему партнеру по завету. В лице посланного выступал Милхиседек. Сейчас перед Иаковом в лице посланных Бог дает ангелов. И опять же, если бы там была какая-то другая цель, другая миссия, мы бы это увидели. Кто-то может сказать, ну просто Бог хотел, чтобы Иаков знал, что ангелы существуют. Да Иаков и так знал, что ангелы существуют. Он и 15 лет назад видел лестницу ангелов, сходящих с ней сходящих. Иаков и так был в курсе по теме ангелов и их существования. Поэтому эта материализация не была просто как просвещение для Иаков. Имей Иаков в виду, что ангелы есть. Нет, я посылаю тебе тех, в лице которых ты бы сейчас мог исполнить свой обед. Вот как я рассматриваю эти первые два стиха. Но странно, Иаков сейчас так не ведет себя. Почему? Он очень сфокусирован сейчас на своих страхах. Он обеспокоен, как же будет вести себя мой старший брат Исав. И тут же с третьего стиха мы читаем. Иаков посылает перед собой вестников к брату своему Исаву в земле Сиир, в область Едом. И приказал им, сказал, скажите господину моему Исаву, что раб твой Иаков. Я жил у Лавана и прожил до ныне. У меня есть валы, ослы, мелкий скот, рабы, рабыни. И я послал известить о себе господина моего, чтобы приобрести благоволение пред отчами твоими. Вы посмотрите, чем больше всего сейчас обеспокоен Иаков. Тем, чтобы искать благоволение в отчах человека. Он сфокусирован больше сейчас на этом. Странно, он не очень-то уж обеспокоен тем, как ходить в благоволении пред Господом. Он ищет того, чтобы благоволение со стороны его брата снискать. И возвратились вестники, 6 стих. К Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, и вот он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. И Иаков очень испугался и смутился. И разделил людей, бывших с ним, скот мелкий, скот крупный, верблюдов, на два стана. И сказал Иаков, Исав нападет на один стан, побьет его, то остальной стан хотя бы может спастись. И сейчас вдруг эти вестники возвращаются к Иакову с известием, что Исав идет к тебе. Только вместе с ним еще и 400 человек. Он взял с собой небольшую армию и идет к тебе навстречу. Что происходит с Иаковом? И Иаков испугался. И вот, наконец-то, в 9 стихе он начинает молиться. И давайте мы посмотрим на молитву Иакова. Боже, отца моего Авраама, Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, я буду благотворить тебе. Не достоин я всех милости, всех благодеяний, которые ты сотворил, рабу твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. И ночевал там Яков в ту ночь и взял из того, что у него было, в подарок Исаву, брату своему, 200 коз, 200 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец, дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц и 10 ослов. И отправляет это все в дар брату своему Исаву. Обратите внимание на молитву Якова. И Яков молится, и в своей молитве он напоминает Богу те обещания, которые Бог ему давал. И он говорит, Бог, ты же мне обещал меня защитить, ты обещал ко мне благоволить, ты обещал меня обогатить, ты же мне обещал, обещал, обещал меня умножить, размножить, мое потомство сохранить, ты мне обещал. Спаси меня от брата моего. Он напоминает Богу о его обещаниях, но почему-то странно, он не вспоминает о своих обещаниях. А их не так уж и много было у Якова. Этот камень будет домом Божьим, и я дам тебе десятую часть от всего, что ты дашь мне. И странно, Яков не ищет того, как бы я мог в первую очередь исполнить обещанное мною. И Яков сейчас берет, вы только посмотрите, какое огромное количество своего имения. 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдов, дойных с жеребятами, 40 коров, 10 валов, 20 ослиц, 10 ослов. Назовите мне сейчас какой-то колхоз у нас в Украине, который бы имел такое количество мелкого и крупного скота. И Яков берет один свой колхоз и отдает его Исаву, как подарок. Яков отправляет своих слух вперед и говорит, когда встретите брата моего, скажите, вот это подарок отправил брат Яков, прежде чем встретиться со своим старшим братом. Вот так Яков думал решить этот вопрос. Вы скажете, ну так мудро же поступил. Вот так он и избавился от гнева своего брата. Но неужели много времени прошло, всего лишь в прошлой главе, несколько дней назад. Бог сверхъестественно спас Якова от руки Лавана, который его также с родственниками преследовал, чтобы сделать ему нехорошо. И Лаван говорит, у меня есть сила сделать тебе зло сейчас. Но Бог твой явился мне ночью и сказал мне, не вздумай ничего злого делать. Не вздумай даже плохого ничего говорить в адресе Якова. Бог вмешался в эту ситуацию и нашел путь, как вразумить Лавана. Так почему ты, Яков, сейчас не можешь довериться Богу в том, что он и с братом твоим, и с Абом, может поступить точно так же и найти к нему подход, как достучаться, чтобы он не сделал тебе злое. Но Яков так не думает. Он так сосредоточен на себе и своих страхах. И он совершает даяние. Я повторю еще раз фразу. Вопрос даяния, он всегда актуален для вас. Почему? Потому что мы с вами всегда даятили. Это не просто вопрос пожелания. Было бы хорошо, если бы мы давали. Вопрос в том, что мы всегда куда-то с вами даем. И то, куда мы с вами совершаем свои даяния, с этим мы впоследствии развиваем или ищем развивать взаимоотношения. И если мы не даем Богу, мы все равно это будем давать куда-то. Опасность отказа давать Богу опасна не тем, что Бог на нас обидится или Бог станет к нам относиться как-то хуже. Да нет, он уже занял позицию любви к нам. Он будет всегда верен своему завету. Это мы с вами своим даянием начинаем с кем-то или чем-то другим развивать взаимоотношения больше, чем с тем, с кем нам стоит развивать свои взаимоотношения. И Иаков больше сфокусирован на человеке и совершает даяние в человека, отправляет дары свои Исаву. Что же происходит дальше? Дальше перед нами история борьба в Пенуэле. С 21 стиха. И пошли дары его перед ним, а он в ту ночь ночевал в стане. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое, он сказал Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. И спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем. И благословил его там, и нарек Иаков имя, место тому Пенуэл. Ибо говорил, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Многие проповедуют об этой истории в Пенуэле, борьба Иакова с Богом, как пример для подражания. И многие христиане используют этот пример, как пример получения от Бога благословения через борьбу с Богом. Вы понимаете, я не верю, что это пример для подражания того, как нам получать благословение от Бога. Это не пример для подражания. Это как раз антипример. Потому что Божье благословение являлось всегда даром. Его не нужно было завоевывать, зарабатывать или бороться за него. Вы никогда не найдете утверждение того, что благословение нужно заработать. Его нужно научиться принимать от Бога. Благословение – это дар. И для меня вот этот пример того, что Бог приходит к Иакову сейчас в этом месте, это больше демонстрация второго шанса, который сейчас Бог дает Иакову. Бог пришел к нему не бороться. Бог пришел к нему для того, чтобы сейчас в лице вот этого ангела, или кто боролся с ним сейчас, снова занять позицию того, кто мог бы принять сейчас от Иакова то обещание, которое он прежде давал Богу. Снова вспомните Авраама. Как Авраам получил благословение от Милхиседека? Милхиседек является к нему с хлебом, вином и благословляет Авраама. А Авраам дает ему десятую часть. Это происходило взаимно. Даяние – даяние. Принятие – принятие. Иаков сейчас хочет брзять снова, принять, выпросить, стянуть с Бога благословение, но ничего не хочет дать при этом Богу. Я хочу новое даяние от тебя. Но ты же уже прежде сколько даяний получил, когда ты перейдешь уже на уровень взаимного даяния своему партнеру. И Бог снова приходит сейчас в Пенуэл, но вместо даяния Иаков пытается вытянуть из Бога благословение. И кто-то может сказать, ну так видишь же, и Бог благословил его. Будьте внимательны. Бог не благословил Иакова. Как не благословил? Там же написано «благословил Иакова». Прежде чем Бог благословил Иакова, Он поменял его имя. Мы читаем с вами. Бог спрашивает, как имя твое? Он говорит «Иаков». Он говорит «Не будет тебе отныне имя Иаков, а Израиль. Ты боролся с Богом, человеков одолевать будешь». И благословил его там. Бог благословил Израиль. Бог благословил уже не Иакова, который получал прежде, давал обещания, но так их и не исполнил. Бог благословляет как будто нового человека. Давая ему новое имя, Он дает ему благословение. Очень похожа картина на нашу новозаветную позицию, когда Бог во Христе даровал и высвободил на нас благословение. Не просто индивидуально, каждому. Вот Руслану отдельно, Василию отдельно, Ольге отдельно, Маше отдельно. Нет. Бог благословил нас во Христе. Он изменил наше имя. Он ввел нас в новую позицию, в которой и благословил нас. Но вы скажете «Ну а что ж с Иаковом-то? Так все-таки дал он Богу десятину или нет?» Пока что до 32 главы мы все еще так и не видим, что Иаков при всем своем обеспечении и даяниях от Бога что-либо дал своему партнеру, дал в адрес Бога. Ну а может Иаков даст десятину впоследствии дальше, в следующем продолжении, в следующих главах. Ну об этом мы как раз с вами и поговорим на следующей встрече. И посмотрим, что же происходило с Иаковом дальше. Как его даяния Богу отображались на качество его взаимоотношений с Богом и на качество его жизни. Об этом всем поговорим на следующей встрече. На сегодня все. Увидимся. Всем благословений. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!